я всех приветствую давно мы с вами не говорили о войнах на фоторынке на самом деле было не так много и а может и вообще не было последнее время так как вообще новинок было мало на фоторынке в силу всей этой пандемии и так далее и хотелось бы поговорить о вот той самой вот и за может может быть пока что это еще не война но вот уже споры начались на просторах интернета на тему кто сильнее солдат или матрос да и эта война уже продолжается давным-давно и связана она между двумя топовыми компаниями этот никон и canon всегда у них было между у nikon была серия d1 d2 d3 d4 d5 уже d6 и canon 1 dx mark 1 mark 2 mark 3 и так далее то есть они вместе воевали выпускали их практически одновременно и вот сейчас наступила у них у этих двух компаний беззеркальная эра и они выпустили безусловно точнее анонсировали никон анонсировал z9 а canon анонсировал r3 да это две профессиональных топовых журналистских камеры беззеркальных что можно сказать анонсы говорят о том что это сверх высокотехнологические камеры это вверх технологии обеих компаний принципиально они вот если посмотреть они примерно одинаковые как и всегда это было у них там тысяча точек фокусировки 20 кадров в секунду как обычные они собираются выпускать тоже как обычно к олимпийским играм которые планируются вроде бы летом неизвестно будет или нет но вот сам факт как бы такой и вроде бы как бы они должны обещают что это самое лучшее из беззеркальных их систем потому что предыдущие что у никона что у кэнона надо откровенно сказать ну скажем так не самые не самые лучшие камеры у нас есть никон z6 никон z50 у нас есть canon r canon r5 и надо сказать что безусловно эти камеры достаточно новые эта система новая у канона и у никона но они требуют как бы доработок и есть чем и вот мы себе рассчитываем что за девять например никон мы возьмем потому что но уже должны не что-то сделать в этом направлении но хотелось бы сказать другое да то есть вот у нас вот идет вот это вот движение на фото рынке в технологичном смысле проходит прогресс да были зеркальные стали беззеркальные с каждым разом вот я как не открою новую камеру которая выйдет там будь то sony будь то canon будь то nikon еще больше точек фокусировки еще лучше она там хватает там даже на глаз собаки она реагирует еще больше пикселей мегапикселей да но вот если посмотреть фотографии фотографов от этого не улучшаются к сожалению по большей мере почему потому что мне кажется что вот это направление технологическое в на фото рынке безусловно она обусловлена обществом потребления им нужно постоянно выпускать камеры чтобы их постоянно покупали а соответственно нужно писать что-то новое иначе зачем их покупать да но я хотел бы поделиться своим недавним опытом это действительно опыт я снимал мототренировку в в закрытом помещении в на паркинге где очень темно где все двигаются где так как темно у мотоциклов включены фары а это соответственно для автофокуса ну то есть это он сходит с ума потому что он фокусируется чаще всего на контрастные вещи и он фокусируется непонятно куда то есть либо в ему светит как бы в глаза эти фонари и и он не знает куда сфокусироваться либо он куда-то фокусируется хрен знает куда и так далее и на что я снимал я снимал на на nikon d5 вот поэтому почему почему я могу вообще об этом говорить потому что на nikon если у меня есть nikon d4s у меня есть nikon d5 у шефа есть 1dx canon 1dx mark 2 то есть я знаю чем говорю и что хочу сказать я хочу сказать что эти технологические совершенства в кавычках ни хрена не помогают они ни хрена не помогают фотографу а как во мне только мешают и вот я тогда снимал я честно я я не помню когда последний раз только матерился фокус не там экспонометр врет потому что очень большие перепады светом мигает и так далее то есть это все 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 движение и все эти автоматические вещи они как бы теряют свой смысл и в следующий раз я решил что я больше такого не хочу и я взял с собой лейку лейку м.д. она даже без экрана с объективом вот этим вот цейс планар 50 миллиметров 1 5 я вам хочу сказать что я не имел никаких проблем то есть вообще никаких проблем экспозицию я знаю что там перепады света я замерил вручную сначала посмотрел на глаз выставил потом использовал экспонометр посмотрел где я могу снимать где есть какой-то свет посмотрел какие расстояния откуда я могу это снимать запомнил поставил вы же знаете да на лейке м нету автофокуса да то есть все фокусы мануальные все объективы мануальные но и здесь это дальномер замерил расстояние и даже не думал о фокусе я знал что у меня там до объекта 3 метра 5 метров 10 метров я знал когда это ставить и где то есть провел там 10 минутную подготовку до съемки и у меня не было ни одного промаха к чему я это говорю к тому что технологии фото рынке движутся не в ту сторону не в сторону повышения навыков и знаний фотографов а в сторону скажем так замены этих навыков технологическими какими-то преимуществами камер проходя по одессе по дерибасовской я вижу молодых каких-то начинающих фотографов которые там снимают чаще всего на камеры sony там какие-то последние рт еще какие-то и они херачат вот как бы вот примерно вот так вот нажимают на кнопку и и не отпускают и просто идут туда и сюда как бы и потом выбирают из трех миллионов кадров два в лучшем случае и я считаю что это как бы за этим нету будет будущего и возможно даже посредством этого либо будет очень мало профессиональных фотографов потому что техника не помогает раньше техника помогала выстраивать эти все навыки да ну вот банально да вот это вот лейка она принципиально подобно всем пленочным камерам которые были до этого в пленочной эре скажем так то есть здесь нет экрана мы не можем посмотреть кадры здесь ручной фокус здесь дальномер здесь она не стреляет как этот как пулемет максим да папа 20 кадров в секунду то есть если вы вспомните то старые фотографы даже журналисты даже спортивные журналисты вот даже не то чтобы там вот как такого типа камера когда были еще более крупного формата да там какой-нибудь графлекс да где один или два кадра у тебя есть и нет другого шанса это воспитывала воспитывала навыки воспитывала заставляла читать книги изучать тот вопрос которым ты занимаешься на обретать знания а современные как бы фотоаппараты они это как знаете некий костыль который только мешает и да и такому фотографу который снимает только на цифровую камеру вот такого современного типа дай вот такую камеру но я уверен ничего не получится и я не просто говорю я про проделывал эти эксперименты со своими коллегами своими подчиненными учениками чаще всего либо фокус мимо либо экспозиция мимо ну короче из вот просто была прогулка да и ничего то есть и бы сразу после этого человек начал задумываться наверное надо что-то подучить наверное надо что-то где-то почитать надо надо начинать снимать на пленку потому что она сильно дисциплинирует если нет такой камеры вот и и я считаю что вместо того чтобы устраивать вот эти войны в интернете там кто сильнее солдат или матрос да сильнее я думаю что знания и навыки те которые нам так сказать завещали мастера прошлого такие как анри карте брессон который не пользовался даже экспонометром снимал на глаз и он говорила настаивал на том что нужно учиться этому самостоятельно то есть тренировать себя постоянно дистанции и так далее и так далее потому что нет времени ну вот вы будете полагаться на автофокус вот он решающий момент и у вас нет даже вот даже если у вас 20 кадров в секунду у вас нет возможности эти 20 кадров снять даже даже если он стреляет за одну секунду у вас есть только один один одно мгновение один решающий момент и один этот решающий момент вы можете успеть только тогда когда у вас не подведет ваш автофокус не подводить не подведет ваш экспонометр и так далее когда вы все уже заранее выставили и вам только нужно нажать на спуск на спуск потому что у вас все готово и все эти навыки поставлены вы знаете что делать вот поэтому я как бы призываю не воевать за nikon или canon за r3 или за z9 а возвращаться как бы и неплохо снимать на эти камеры но я предлагаю возвращаться к изучением тех знаний которыми пользовались старые мастера до следующих встреч